Мирный готов к встрече нового года. На главной площади алмазной столицы строят ледовый городок. Если в прошлые годы украшением занимались мастера из Якутска, в этом году скульптуры из льда возводят житель села Орлах. С талантливым мастером встретилась моя коллега Анна Винокурова. На площади Ленина всего три скульптуры. Символы наступающего года, петух и эмблема года экологии, а также ледяной замок, украшающий главную елку алмазной столицы. Мастера работали над ними две недели. В моей бригаде два человека работали. Мы хорошо, основательно, собственно, готовились. Лед привозили с речки Малой Ботубе, потому что качество льда очень хорошее. Никандр Васильев начал работать со льдом одним из первых в Мирном. Виртуозно владеть льдом ему помогает художественное образование. Но, как говорит сам мастер, в этом деле главное любить работу и чувствовать лед. Первоначально я делал только со снега. Со снега делал. Потом снег слишком рыхлый. Потом изменил технологию. И начал делать возле дома в Орлахе. Снег с водой смешивал. У меня становилась масса, как весенний снег. И с этого я лепил, и он становился как каменный, как бы против вандала. На изготовление этих скульптур ушло несколько тонн льда. На такое временное украшение власти города тратят несколько миллионов рублей за зиму. Скульптуры будут украшать площадь и дарить ощущение праздника горожанам до тех пор, пока температура на улице не превысит нулевую отметку. Анна Винокурова, Роман Ларин, телеканал «Алмазный край».